Гомельшину не сдарма называют краем партизанской славы. Готой руху вошел у летопису светной истории, как не мающий аналогов по масштабах сопротивления. Миновита тут, прикладна у 10 километрах от Гомеля. Ося родине проходных болот 75 годов тому размещался партизанский отряд «Большовик». Он был первый на территории в области, створенный уже неюня 1941 года, подчас оборонших боев за Гомель. Зараз эта территория мемориального комплекса «Партизанская крыничка». Штогод, кабу вспомнить славные подвиги бригады «Большовик», сюды приезжаются былые фронтовики, партизаны и подпольщики, представники органов улады, громадских организаций и объединений. Мемориальный комплекс «Партизанская крыничка» символизует мужность и стойкость народных оборонцев. И разом с тем нагадывая про дорогую цену, которую они заплатили, отстойваяча незалежность своей краины. У память об героизме партизанков тылу, которые допомогли частям червонной армии выстоять у тяжкие годы фашистского террора и наблизить светлый день перемоги проводится митинг «Реквием». Присутные с велизарной удяженностью одночасово горучу с сердца ускладают ванки и кветки двумя реяла и ушановывают память одважных партизан и подпольщиков, загинувших за мир, свободу и будущую. «Здесь был создан отряд «Большевик» под руководством Тимофеенко. В первые дни в нем было всего 50 человек. Потом из этого отряда выросла большущая бригада, которая по всей области вела войну с врагом». Народные мстилцы бригады «Большевик» проводили диверсии на чугунцы основных автомагистралях. Цалком парализовали рух судов Парацессош. Разом с частями червонной армии удельничали у операции «Багратион». «Партизанский отряд «Большевик» впоследствии он увеличился до 300 человек. Этот отряд на протяжении двух лет и трех месяцев активно вел боевые действия с гитлеровскими захватчиками именно на нашей гомельской земле. Принимал участие и в различных диверсионных операциях, и в освобождении населенных пунктов, и в гомельско-речицкой наступательной операции по освобождению нашего города. Есть в этом отряде и герои Советского Союза, и Емельян Барыкин, и Илья Кожар, и Исаченко». У целом партизаны и подпольщики Гомельщины знищили за 60 тысяч гитлеровцев и больше за 3000 одинок военной техники ворога. И они вывели из немецких лагеров смерти больше, как 8 тысяч военнополонных и выретывали от сгона фашистское рабство 5000 советских грамадян. На такий самоданный крок и шли, не шкодующих властных життёв, а тому сегодня дох нащадков, памятать про гэты велики и бесценный народный подвиг. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадоя компания Гомель.